Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжая дегустацию тех сортов, которые поспели, я вот дошла до сорта Настенька. Ну, про сорт Настенька, если кто-то хочет узнать, в прошлом году очень много видео, и как она в теплице растет, и как на улице. И вообще, тем, кто добавляется, кто только что приходит на канал, вы перед тем, как задавать вопрос, например, а какой высоты этот сорт, а как его выращивать, вы посмотрите прошлогодние видео, в прошлом году видеообзоры очень многих сортов, почти всех, которые у меня есть, и вы понимаете, я не буду отвечать на те вопросы, которые уже освещены мной. Каждый раз при поступлении нового, при добавлении нового человека, одни и те же вопросы о одних и тех же томатах, о которых уже все описано. Отмотайте назад, в прошлом году видео все есть, но это к тому, что, если кого-то заинтересует сорт Настенька, там и зимний видеообзор, и как рассада выращивается, все-все-все. Вот Настенька, если краткое описание, то это среднеспелый, крупноплодный, низкорослый сорт сибирской селекции, для открытого грунта и пленочных теплиц. Куст обыкновенный, детерминатный, высотой 55-70 см, плоды сердцевидной формы, вот такой вот они формы, розового цвета, очень крупные, до 300 граммов, мясистые, высокие вкусовые качества и урожайность до 12 кг, возможно выращивание без посынкования. Я вот разломила тут томат, и на разломе видно, вот эта вот мелкозернистая структура, как раз говорит о том, что томат мясистый, потому что когда такие водянистые томаты мы разламываем, у них вот этих вот крупиночек нет, именно вот этой сахаристости, просто вытекает сок и все. Около плодоножки пятно небольшое, я очень на это уделяю внимание, потому что многие интересуются, есть ли там вот этот вот стержень, вот женщина одна написала, что он называется волчок, но я знаю, что у него есть научное название, неохота смотреть какое-то, то ли штребок, то ли еще что-то. Вот его нет, небольшое пятно у плодоножки. Томаты мясистые, сладкие, вот как говорится, сахаристые, это действительно так. И кто у меня в том году покупал семена и выращивал Настю, многие отметили, что этот сорт очень сладкий и очень мясистый, вкусный. Несмотря на то, что он все-таки низкорослый, считается вот таким сортом, как не тем, которыми люди восхищаются, вот есть индетерминантные, которые крупные, сладкие, мясистые. Но вот в этом сорте совмещено все. Сибирские селекционеры смогли все-таки совместить вот крупный сладкий мясистый сорт с низкорослостью, с детерминантностью. Еще один хороший плюс, не вытягивается в рассаде, это именно вот этот толстоногий сорт, про который я говорю, что можно высаживать в ранние сроки. Он очень спокойно переносит вот эти вот периоды наши весенние с холодными температурами. Этот сорт я высаживаю и в тоннелях выращиваю для раннего использования, для получения раннего урожая. Вот это сорт Настенька. Он со всех сторон хорош. Он и красивый, он напоминает чем-то, вот как вот этот старинный сорт бычье сердце. Видите, такой сердцевидный вытянутый томат розовой формы. Он и красивый, и куст у него толстый, устойчивый, листья мясистые, не крутятся, не вертятся, не сворачиваются трубочкой. Не склонны к кучерявости, не бывает на них мозаики и других заболеваний. Фитофторой тоже у меня ни разу они не болели почему-то. Вот эти вот сибирские сорта, которые основные в моей коллекции, они очень выносливые. Но еще вот Настенька, к тому же и очень вкусная, сладкая, сахаристая и мясистая. Все, как мы любим. Все, до свидания. Это была дегустация сибирского сорта Настенька, которая в конце июня уже поспела у меня. Ну, в теплице, конечно, добавляю.